Друзья, обнародован текст уже пидозры Владимиру Рубану, которого задержали, и на самом деле он хотел убить Порошенко. Вы знаете, я вспоминаю, конечно же, в этом разрезе все то, что я читал о процессах 1937 года, о ежовщине, всех этих вещах, когда там обрызгивал ртутью кабинет вождя, да, или там подсыпал там какую-то там специальную прикормку свиньям, из которых потом делали бифштексы. В общем, вот в таком вот роде, знаете, что там, что уже давно ушло, кануло в лету, вдруг явилось, вновь появилось, не запылилось. Давайте теперь почитаем, что там мы предъявили. Вот служба безопасности Украины, поведомление про пидозру от 9 марта. В общем, здесь рассказывается, что Рубан такой-то, такой-то, короче, что он готовился к террористическому акту. Вот здесь сказано, что на самом деле нехорошо убивать людей, нехорошо взрывать и нехорошо там с оружием обходиться без должного на то разрешения. Вот, а он нарушил все эти инструкции. И вот он, гражданин Рубан Владимир Владимирович, будучи начальником всеукраинской громадской организации «Офицерский корпус», познакомился с лидерами ЛНР и ДНР. И будучи радикально антиукраински настроенной личностью, он решил совершить террористический акт. Совершил террористический акт и решил убить не кого-то там, а высшее руководство нашего, понимаешь, государства. Как он это решил сделать, он тут стоит зачитать, конечно же, стоит. Он, желая поддержать террористические организации, имея умысел, взял эту всю, перевез взрывчатку и оружие. Что он хотел сделать? Он хотел убить президента Украины, руководителей силовых структур Украины и других государственных деятелей и работников правоохранительных органов. Убить большое количество людей в Киеве, уничтожить инфраструктуру и дома, создать хаос, дестабилизировать внутренние обстоятельства в государстве, создать международный имидж страны, Украины как государство, где фактически отсутствует государственная власть. Но, мало того, он хотел еще с использованием минометов, гранатометов и стрелецкой сброи совершить нападение и обстрел домов в правительственном квартале. А именно, он Верховную Раду собрался обстрелять, администрацию президента собрался обстрелять, дома администрации президента, жилые кварталы. Вот, он решил зайти в Верховную Раду и в середине Верховной Рады путем подрыва гранат, а потом еще и путем расстрела из огнестрельного оружия, убить государственных деятелей, народных депутатов, которые там будут присутствовать, а также еще и убить всех сотрудников правоохранительных органов. А еще он в ночной час, под покровом ночной темноты, решил захватить Верховную Раду. Вы представляете, это же большое имеет смысл, захватить Верховную Раду и отстреливаться из автоматов. Ну, камикадзе, он камикадзе решил стать, он решил стать шахидом, просто настоящим. Вот эту вот всю эту шлобуду долбанную, дебилоидную, не умещающуюся в мозгу нормального человека ерунду, они изложили в своем подозрении. Когда я слышал о том, что СБУ намеревается там что-то там проведена, спецоперация, я знал, что они выдадут какой-то абсолютный дебилоидный абсурд. Но я не представлял, я не представлял на самом деле, что они решат обвинять Рубова в том, что он решил покуситься на Порошенко, убить народных депутатов путем забрасывания гранатами, убить правоохранителей, забросать гранатами правительственный квартал, подорвать Верховную Раду вообще к чертям собачьим и все жилые дома, которые находятся в правительственном квартале. Вы знаете, это адок просто, это ад, и в этом аду живут миллионы людей, часть из этих миллионов людей верят вот в это вот дерьмо собачье, а часть людей просто прозревает, они просто держатся за голову и думают, господи, что это, что это, господи. С удовольствием послушаю, уже чуть позже, сейчас буду вынужден уехать, да, с удовольствием послушаю объяснение СБУ. Мне это крайне интересно, минометами по Порошенко.